125 лет исполняется в будущем году Третьяковской галереи, и, пожалуй, не было еще в ее стенах экспозиции аналогичной нынешней. Редчайшая коллекция в 250 работ из 50 крупнейших музеев страны и частных собраний, объединенных темой величественной и так всем близкой. Москва. Москва в изображении художников с 17 века. Кремль, сердце, столица, один из любимейших сюжетов русских художников. Сейчас вы видите Красную площадь, написанную во второй половине 18 века. Прелюбопытнейшее изображение. Вот так выглядела Никольская башня Кремля в 1780 году. Аптека, в здании которой был и Первый университет, а сейчас здесь стоит исторический музей. Вознесенские ворота, их уже нет, и торговые ряды на том самом месте, где гум нынче. А это уже картина начала 19 века. Поэтичный и тщательный мастер Федор Алексеев вид на воскресенские и Никольские ворота от Тверской улицы написал. Сцена городской жизни, идиллическая такая картинка, семейство собирается в Тулу. Меняются времена, и представители новой реалистической живописи второй половины 19 века видят в Москве жанровые сцены совсем другого характера. Наверное, вы узнали горькую картину Перова, и, конечно, помните всем хорошо известные вот эти картины Маковского. Но по-прежнему живет в произведениях русских художников, на экране Саврасов, стремление показать поэтичные с истинно московской интонации пейзажи. Но эту картину уж обязательно надо посмотреть. Это вид на Москву с Воробьевых гор написал Айвазовский. В разделе советской живописи тоже редчайшие картины. Мешков. Начало февральской революции 1917 года. Юлон, штурм Кремля в 1917 году. И его же полотно Первомайская демонстрация на Красной площади 1928 года. Ну а это? Нелюбопытно разве? Авторы вот этой небольшой картины Степанов и Родченко. А изображено здание Мысельпрома со знаменитой рекламой Маяковского. Мы видим новую Москву 30-х годов. И суровый город военных лет, ощетинившийся противотанковыми заграждениями. Ну и, конечно же, пишут современные советские художники Москву сегодняшнюю. Большой, мирный город в кварталах новых домов и строительных кранах. Москву – столицу нашей страны, сейчас готовящуюся встретить гостей Олимпиады-80. Эта выставка, кстати, часть Олимпийской культурной программы.